господа приветствую вас на канале миллион кар мы находимся на одной из автокомиссии где продаются самые разные автомобили так вот сегодня мы будем обозревать эти автомобили а также по многочисленным просьбам которые вы просили вот я решил подготовить для вас два видео одно видео короткое где мы быстро пройдемся со всем автомобилем а второе видео длинная которая появится немножечко позже на экране так вот сегодня именно в этом видео мы пройдемся быстренько по всем автомобилям чтобы мы сразу понимали какие цены и какие автомобили а если вам какой-то автомобиль более интересен или вы хотите посмотреть полный ролик пожалуйста проходите на длинный ролик который появится немножечко позже у нас так сказать на канале в общем господа а мы начинаем поехали итак господа мы начинаем с первого автомобиля это volvo s40 1.6 hdi то есть это дизель господа дизель 2005 год стоит эта машина 8 с половиной тысяч злотых в долларах это у нас 1875 долларов стоит вот такой автомобиль а мы переходим дальше итак господа немало известный автомобиль в народе мы знаем этот автомобиль называют нас бочка так вот только правда в кузове универсал давайте прочитаем данные за этот автомобиль так это у нас audi восьмидесятка в четвертом кузове 1.9 дизельный двигатель 1993 год стоит эта машина 2 700 2 700 злотых это у нас господа 675 долларов стоит вот такая вот бочка в кузове универсал а мы переходим дальше поехали итак господа здесь у нас машина для тех кто просто ездить хочет на работу и просто экономно жить так вот это у нас deumatis 2002 года 08 бензиновый двигатель стоит эта машина 2000 злотых это у нас 500 долларов deumatis который стоит 500 долларов господа вот такой вот автомобиль а мы переходим дальше поехали итак господа здесь у нас opel astro f немало известный автомобиль в польше тут их просто уйма так что если хотите найти какие-то запчасти на эти автомобили они всегда есть так вот это у нас opel astro f 1998 года 1.4 бензиновый двигатель стоит эта машина те же 2000 злотых это у нас 500 долларов господа 500 долларов за старенький opel вот такой вот автомобиль а вы переходим дальше поехали господа следующий автомобиль это у нас reno skenig 1.6 бензиновый двигатель 2002 год стоит эта машина две с половиной тысячи злотых в долларах это у нас 625 долларов стоит вот такой вот рено skenig господа достаточно поддержанный автомобиль для работяг а мы переходим дальше поехали так господа это у нас бмв троечка в е-36 кузове taurin написано taurin правильно таурин бмв троечка е-36 кузов taurin 1.6 бензиновый двигатель 99 год стоит эта машина 3 700 3 700 злотых это у нас господа 925 долларов стоит вот такой вот автомобиль пожалуйста в кузове универсал а мы переходим дальше поехали следующий автомобиль это у нас mitsubishi charisma 1.8 бензиновый двигатель 98 год стоит эта машина две тысячи триста злотых в долларах это у нас пятьсот семьдесят пять долларов стоит вот такой автомобиль а мы переходим дальше поехали хороший вопрос коля а как ползать я не знаю погоди не делай сейчас они докурят ладно пойдем бэмбэмву пошли к бмв пока тут хотя давай с пыжо начнем почти пошли нет пошли с пыжо да да я думаю тоже неплохо будет а вот так да будет нормально вот тогда давай так не а как вот так вот так вот так да правильно вот так во 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 отлично итак господа следующий авто итак господа следующий автомобиль черт я побрал ну что ж такое я не знаю но ты итак господа следующий автомобиль который у нас на обзоре это пыжо 307 св 2.0 hdi то есть это дизельный двигатель 90 лошадиных стил 2002 год стоит эта машина 3 700 3 700 злотых это у нас 925 долларов стоит вот такой вот пыжо а мы переходим дальше поехали чё типа это падает ну да да пофиг да по барабану а если мне тут узнают пофиг блин блин это уже какая-то ну вот видишь как любое солнце да наоборот давай тогда заново итак господа следующий автомобиль который у нас на обзоре это у нас пыжо 307 св 2002 год 2.0 hdi то есть дизельный двигатель стоит эта машина 3700 злотых долларах это у нас 925 долларов стоит вот такой вот автомобиль а мы переходим дальше поехали итак господа следующий автомобиль который у нас на обзоре это у нас opel vectra c 1.9 дизельный двигатель 2004 год стоит эта машина 4400 злотых это у нас 1100 долларов стоит вот такой вот автомобиль а мы переходим дальше поехали итак господа следующий автомобиль который у нас на обзоре это у нас ford mondeo 3 поколения 2.0 дизельный двигатель старого формата напоминаю раньше были тд ци и тд и так вот это старый формат тд и 2002 год стоит эта машина две с половиной тысячи злотых это у нас 625 долларов стоит вот такой вот автомобиль а мы переходим дальше поехали это господа следующий автомобиль который у нас здесь есть это у вас крайслер то есть американская мечта давайте же посмотрим сколько американская мечта стоит в европе опять же мы знаем что крайслер ходит под фиатом ну кого это сейчас интересует ведь это американец и в америке их очень много а мы посмотрим данные ну что начнём итак господа это у нас citroen итак господа давайте засчитаем данные это у нас chrysler sebrino третьего поколения двойной дизельный двигатель 140 лошадиных сил 2007 год стоит эта машина 8000 злотых то есть господа 2000 доллара стоит вот такую автомобиль принципе очень даже симпатично а мы переходим дальше поехали итак господа следующий автомобиль который у нас на обзоре это у нас opel vector c 1.9 дизельный двигатель 2005 год стоит эта машина 4800 злотых это у нас 1200 долларов стоит вот такой вот автомобиль а мы переходим дальше итак господа итак господа следующий автомобиль который у нас на обзоре 1.9 дизельный двигатель 2006 год стоит эта машина 6700 злотых это у нас 1675 долларов стоит вот такой вот автомобиль а мы переходим дальше поехали итак господа следующий автомобиль который у нас на обзоре это у нас бмв е-46 троечка триста восемнадцатая кузове е-46 бензиновый двигатель 1.8 115 лошадиных сил 2003 год стоит эта машина 4190 злотых это у нас 1050 долларов стоит вот такой вот автомобиль а мы переходим дальше поехали следующий автомобиль который у нас на обзоре это у нас audi a3 1.6 бензиновый двигатель 1996 год стоит эта машина 2000 злотых 500 долларов стоит вот такая вот audi господа как по мне неплохо а вы переходим дальше поехали итак господа следующий автомобиль пожалуй один из таких автомобилей которые любят большинство украинцы да не только украинцев это у нас reno laguna 1.9 дизельный двигатель 130 лошадиных сил 2007 год стоит эта машина 5000 злотых а в долларах это у нас 1250 долларов стоит вот такая вот reno в кузове универсал тонировочка все на высшем уровне а мы переходим дальше поехали итак господа следующий автомобиль который у нас на обзоре это у нас opel tigra 1.4 бензиновый двигатель 1998 год стоит эта машина 2400 злотых в долларах это у нас в долларах это 600 долларов так вот стоит эта машина 600 долларов вот такой вот автомобиль а мы переходим дальше поехали это у нас митсубиши colt 1.3 бензиновый двигатель 2005 год стоит эта машина 4000 злотых это у нас тысячу долларов тысячу долларов вот такой вот митсубиши а мы переходим дальше поехали и так следующий автомобиль который у нас на обзоре это у нас opel astra 1.6 бензиновый двигатель плюс есть газ 1998 год стоит эта машина 2000 злотых 2000 злотых это у нас 500 долларов 500 долларов и у вас есть машина на газу вот такой вот автомобиль ну что а мы переходим дальше погнали итак господа следующий автомобиль который у нас на обзоре это у нас toyota corolla 1.4 бензиновый двигатель 98 год стоит эта машина 2500 злотых это у нас 625 долларов стоит вот такой вот автомобиль а мы переходим дальше полетели а мы переходим к следующему автомобилю это у нас reno laguna 1.6 бензиновый двигатель 98 год и стоит этот автомобиль 1400 злотых 350 долларов стоит вот такой вот автомобиль а мы переходим дальше поехали это господа здесь у нас такой вот небольшой красненький автомобиль на обзоре это у нас mitsubishi colt 1.5 бензиновый двигатель 2005 год стоит эта машина три с половиной тысячи злотых это у нас 875 долларов стоит вот такой вот красненький автомобиль а мы переходим дальше поехали итак господа мы переходим к следующему автомобилю это у нас opel astra g 99 год 1.6 бензиновый двигатель стоит эта машина 1800 злотых это у нас 450 долларов стоит вот такой вот opel в кузове хэтчбэк две двери и багажник багажник включено а мы переходим дальше итак господа итак господа следующий автомобиль у нас volkswagen golf четвертого поколения 1.9 дизельный двигатель 99 год стоит эта машина три тысячи злотых это у нас 750 долларов стоит вот такой вот volkswagen golf две двери хэтчбэк но все как надо а мы переходим дальше поехали итак следующий автомобиль который у нас на обзоре это у нас пыжо 206 1.1 бензиновый двигатель 80 лошадиных сил 2000 год стоит эта машина 1200 злотых это у нас 300 долларов стоит вот такая вот пыжо вот такой вот пыжо господа стоит 300 мать его долларов а мы переходим дальше поехали это господа здесь у нас тоже немало известный автомобиль это у нас opel vectra b 1.6 бензиновый двигатель плюс есть газ господа машина на газу 1998 год стоит эта машина 2300 злотых это у нас 575 долларов стоит вот такой вот автомобиль ну что господа а так хочется конечно завершить этот ролик на том что мы показали все в принципе автомобили которые здесь есть в принципе тут есть что выбрать и не только как для езды для работы так и для себя господа я просто хочу вас поблагодарить за то что вы скажем так подписывайтесь нас уже не менее чем 300 человек которые подписались на канал кому интересно конкретно эта автомобильная тема особенно за цены автомобилей в польше да и вообще в европе целом что хочется сказать подписывайтесь на канал ставьте лайки жмите там на колокольчик чтобы получать да там уведомление там как бы ну понимаете да длинное видео выйдет немножечко попозже это предположительно воскресенье как обычно в общем господа всего доброго